И всем привет ребят, с вами Мистер Вайк, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен нашей замечательной мини игре и наконец-таки у нас сегодня уже будут проделываться следующие шаги в ней, для начала мы вместе с вами постараемся выполнить ежедневные заданки, чтобы плюсануть себе еще сверху один ход, ну и потом уже полететь в мини игре, на выходных мне удалось половить немножечко конфет, плюсануть себе туда где-то порядка 20, может быть даже чуточку больше энергии, ну и плюс ко всему прочему у меня не получилось один день выполнить ежедневные заданки, соответственно дополнительный один ход я к сожалению пропустил и пока что у нас не стабилизировалась ситуация в игре, надеюсь что сейчас мне вообще удастся выполнить заданки, потому что я еще не проверял работает ли у нас все в бою или нет ну и постараемся за одну как раз таки матчмейкинговую катку все выполнить, надеюсь особо больших проблем в этом плане у нас не будет и по вооружению на бой давайте возьмем вот такую вот интересную комбинацию, потому что я уже посмотрел что у меня там по заданкам есть и что мне нужно выполнить единственное я давайте вот такой вот резистик возьму себе и по заданиям мне надо постараться за одну матчмейкинговую катку прожать 3 оверки, 1000 опыта заработать и 3000 кристаллов заработать по режиму где я могу заработать 1000 это что такое, где я могу заработать 1000 это как раз таки контроль точек, поэтому пикаем мы именно в этот замечательный режим, надеюсь что никаких проблем не будет ну а если вам нравятся видосы связанные с мини игрой и вы хотите их еще увидеть на моем канале, то обязательно поддержите данный видос лайком давайте постараемся собрать как можно больше цифрочку, когда-то у меня была цель вообще с этой мини игрой за каждую двухсотку лайков покупать спицуху с конфетами если постараемся, если наберем эту двухсотку, то как раз таки я с удовольствием ее приобрету и постараюсь еще один круг пройти потому что я надеюсь на то, что как раз таки мы вместе с вами сегодня круг один завершим и перейдем уже к заветным призам к погоне за, ну наверное на сегодняшний день лучшими по моему мнению скинами в игре но времени на все про все у нас тоже много не осталось соответственно сделать это будет крайне 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 сложно но все еще очень многое зависит от везения, насколько нам будет везти в этой мини игре насколько нас будет часто откидывать назад, даже сегодня меня еще может откинуть в теории 5 островов осталось, но в теории меня еще может откинуть назад при том, что меня где-то тут уже откидывала так, все-таки хочет очень сильно матчмейкинг, чтобы я поиграл именно на Вольфенштейне потому что первый раз я запикался на эту карту и как раз таки у нас эта карта была начатая а теперь меня уже запикивает в абсолютно новую такую же самую карту я заметил, что у меня пошли какие-то непонятные дабл клики на мышке я как-то на шапте даже не предусмотрел то, что я же не смогу сводиться если у меня дабл кликает мышка потому что когда я нажимаю кнопочку на сводку у меня получается происходит просто еще один дополнительный выстрел то есть как будто у меня мышка вообще не может сводиться и она сама еще разряжается, боже я думаю, что надо будет что-то придумывать с этой замечательной мышечкой потому что, например, со страйкером с дистанционкой невозможно играть и вот как вы видите с шафтом тоже есть своего рода определенные проблемы когда ты просто не можешь уходить в сводочку из-за того, что у тебя пушка еще один клик делает но давайте посмотрим, что у нас здесь вообще порезан у противника может быть мы что-то интересное можем здесь взять да, я уже вижу, что мы можем взять можем взять как раз-таки грома с вакуумными снарядами тот самый громчик, с которым я играл крайне много на последние недели и который себя показывает супер круто мне безумно нравится, что делает этот замечательный гром в матчмейкинге в последнее время на нем и играть супер комфортно и реализовать я бы не сказал, что, знаете, его там супер легко не супер легко его реализовать но если ты правильно будешь действовать если ты будешь откидывать урончик от стеночек а если у противника еще при этом всем не будет резистовать тебя то залетать будут очень большие цифры и при этом реализация ваша будет на хорошем уровне так, мы периодически еще овердрайвы пускаем потому что мне надо как раз-таки выполнить заданку с овердрайвами ну и нам, если честно, особо быстрая досрочка, наверное, не нужна потому что мне надо получить 3000 кристаллов за бой а чтобы получить 3000 кристаллов за бой это, ну, должна быть, наверное, полностью сыгранокатка, да? если у нас будет с досрочкой то, скорее всего, такое большое количество кри я не заработаю поэтому чуть-чуть, возможно, мне даже здесь торопиться не стоит просто накидывать урончик стараться немножечко подконтроливать карту и где-то от стеночек добавлять еще неплохие тычки возможно даже стоит не супер сильно концентрировать свое внимание на захвате а именно пытаться накидать как можно больше урона в принципе, играть в своего рода такую ДМочку и если вообще в целом подвести итоги, да? то есть я записываю видос в понедельник и получается, если подвести итоги вот этих вот замечательных выходных я уже в последний день планировал, конечно, еще покатать но не знаю, что-то я как-то то ли переиграл, то ли хз но что-то я как-то подустал и особо сильно не горел желанием добивать все это дело по максимуму да, потому что можно было бы еще где-то ну, какую, может, десятку конфеточек постараться поймать да, на еще один какой-то шажочек дополнительный но как-то я подустал от этого режима хотя режим с как раз-таки Хэллоуином, да? это был, наверное, лучший режим из трех недель последних то есть если вот, например, у нас первые две недели с Хэллоуином якобы были приурочены как раз-таки к Хэллоуину в целом, да? и якобы эти режимы должны были символизировать как раз-таки Хэллоуин то я бы сказал, что Хэллоуин по сути начался только с этих выходных да, потому что предыдущие выходные ну, я бы не сказал, что они были так супер круто связаны как раз-таки с праздником Хэллоуин да, потому что режимы да, они были как бы под Хэллоуин сделаны но они не были настолько крутые они не были настолько жесткие, как этот был режим да, этот режим прям ну, я кайфанул я реально кайфанул, да? из того, как можно было там неплохо заформить кри и от самой атмосферы и от самого интереса главная, конечно, проблема, с которой мы столкнулись это додос-атаки, да? если бы еще додоса не было бы то я думаю, что это вообще было бы еще более жестко да, потому что по сути мы сумели поиграть ну, я лично, да? я поиграл, ну, грубо один день да, грубо один день хотя у нас этот ивент был 3 дня то есть я мог вообще еще больше наловить этих конфеточек заформить себе какие-то дополнительные шаги и, быть может это бы увеличило бы мои шансы как раз-таки на получение скинов Демоника но этого уже никто не знает потому что очень многое зависит от того будет откидывать меня или не будет откидывать даже сегодня даже сегодня будет меня откидывать или не будет откидывать поэтому посмотрим надеюсь, что все пройдет по красоточке мы особо никуда не отлетим и будем иметь хорошие шансы даже на тот же викинг Демоник на его получение я был бы этому моменту очень и очень рад так, прожимаем ой-ой-ой могу нажать овердрайв я все равно его, конечно же, нажимаю я могу не нажать овердрайв когда мне викинг просто оверку втушивает кабину мою конечно же я нажму свою оверку сто процентов так, здесь немножечко накидывает молодой человечек урона пробуем ему тоже разрезать тридцать пять на семь вот вам гром с вакуумными снарядами при том, что я на крусейдере на корпусе, который ну не особо сильно наверное подходит как раз таки для этой пушечки но в целом все равно можно нормально катать сеночек отыгрывать и овердрайв быстрый и иметь так, ну в упор я могу в принципе наверное и так пострелять пофиг особо ничего наверное не сделает плюс он теряет хп явно больше чем я когда я стою на дашке еще и с резистом вот грамма так ну и у нас остается восемь минут до конца здесь все идет я так понимаю к досрочке две заданки из трех я уже выполнил железно железно выполнил осталось выполнить еще одну супер миссию так у нас уже появляются резы от громчика не совсем приятно конечно против резистов здесь уже играть но ладно ничего страшного в этом нету главное чтобы мы эту катку выиграли потому что мне надо получить сколько 3000 кристаллов 3000 кристаллов если я за одну катку матчмейкингову не получу то это будет крайне крайне грустно придется играть еще одну катку если играть еще одну катку то на все про все придется потратить крайне большое количество времени получится очень долгий видос так пробуем здесь наверное даже вот так сделать отлично залетела торпедка так и пробуем еще чуть-чуть может быть здесь что-то накидать от стеночки если под нее пикать будет хорошо шикарно отлично великолепно закидываем еще урончик закидываем еще урончик давайте молодые люди хорошо 2700 еще 2600 еще 2600 так куда он там пикает вот сюда пикает ну я залить и танчик накидывает урончик но я в принципе особо сильно его не чувствую могу себе позволить постоять под ним и пополучать урон дополнительный ничего страшного в этом в принципе я наверное таки не вижу проверил там все ли идет у нас это бывают знаете такие моменты что-то где-то что-то слетает перестраховаться немножечко так пробуем накидать здесь откуда-то у викинга еще один овердрайв появляется по ходу по ощущениям он уже свои оверки жмет потому что он только-только недавно вжимал свою оверку а здесь дроповый овердрайв на этой карте не падает не падает поэтому если он вдруг думает что может прикинуться дурачком таким и все будут думать что он эту оверочку не свою нажал я-то знаю что здесь овердрайв на центре не падает соответственно это 100% его прожатая оверочка вот так вот ребяточки хотят сильно выиграть катку ну ладно если хотят сильно выиграть это неплохо это очень неплохо потому что тогда каточка подольше продлится а чем дольше каточка идет тем больше шансов у меня забрать заветные 3000 кристаллов за этот бой даже если учитывать тот факт что это контроль точек и то что здесь коэффициент не супер большой все равно все равно у нас есть возможность заработать здесь хорошее количество кристаллов так двинц конечно стал супер противный последнее время пушкой но ладно не буду я его хейтить потому что мне самому эта пушечка очень сильно нравится но с определенными устройствами теперь она себя может показывать еще круче так было бы неплохо как-то сплэшом дать по этому молодому но сплэша нету так прячемся от этого помню тут урончик не накидывал можем вообще раскрутиться вот так вот встать отлично под стеночку красиво становимся так и можно от стеночки еще было накидать но я не попал 4 минуты до конца у меня тысячи очков уже есть еще вакуум очка дает вакуум очки дает прибыли это хорошо это очень хорошо так противничек у нас что-то тут на захвате какой-то играет отлично 1800 от стенки полторушка на добавку молодой играет еще и с кемпером так полторулекс еще и меня уничтожают так до срочки по ощущениям у нас не будет потому что противник захватывает третью точку но лучше 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 наверное все-таки закончить эту катку потому что что-то мне подсказывает что если мы сейчас так будем играться то можем здесь еще и проиграть этот цп такой коварный очень режим здесь нельзя долго рисковать потому что этот риск может потом по итогу привести к тому что вы просто каточку уже не вытянете просто проиграете ее из-за того что под конец противник каким-то магическим образом законтролирует больше точек чем законтролите вы и все и на этом ваша песенка будет спета и вы пойдете спокойненько со слитой каточкой смотреть на не кнопочку победа а кнопочку поражения так 4000 зарабатываем отлично выполняем все супер миссии шикарно вернее не супер а ежедневные тут я уже за много немножечко взял так ну и принцуем бабло очень хорошо очень-очень хорошо у меня закопилось еще больше контейнеров если вы блин я не знаю когда я буду открывать честно чат хотите вот открытие контейнеров если хотите напишите в комментариях что-нибудь тушанем грязное так ну и обновляем вот эту вот тему и начинаем полет феникса полет x полет x надеюсь что в этом полет сегодня все будет четко и будет без откидона назад плюс 1 плюс 1 минус 5 я понял я понял при том что меня где-то там уже откидывала плюс 2 танцы есть еще формлю двухсоточку двухсоточка то что танкойна фармится это очень круто я бы еще бы танкойников подзаформил так тут меня откидывал если меня тут опять назад откинет то я не знаю что это за рофл будет тут тоже не может откидывать не откидывай не откидывай плиз да ты че гонишь ну это вообще какая-то дичь это какая-то дичь я чисто фармлю танкойны что ли офигеть офигеть жесть жесть я просто фармер танкойнов я понял офигеть два раза откинуть с двух островов стоящих рядом ну это же ужас ну насколько сильным я должен быть победителем по жизни а расскажите мне пожалуйста насколько сильным я должен быть победителем чтобы я по итогу сделал плюс один остров и зафармил сверху еще сколько получается 600 танкойнов еще сверху еще сюда на кучу или даже 800 еще сверху я чисто сижу и фармлю танкойны фармлю контейнеры фармлю расходочку и не иду вперед да и сколько я должен еще собрать о каком мы следующем круге говорим какой там может быть следующий круг какой просто какой какой если я не могу за 104 хода не могу дойти до четвертого острова до четвертого чекпоинта да это жесть это просто жесть вот если меня на космическом ивенте супер круто плюсовало и везло то здесь просто параллель и обратная сторона всего этого дела но с другой стороны надо как бы и плюсы этого всего видеть 2200 танкойнов чуть по чуть неплохо если честно если честно очень неплохо 2200 танкойнов на базу плюс я здесь знаю что еще где-то 200 должна быть танкойнов на последних шагах поэтому в теории в теории неплохо неплохо ну и пусть откидывает пусть откидывает я уже смирился с тем что там уже викингам демоникой не пахнет ну мы будем аккуратно формить контейнеры танкойны и кристаллы я расстроен очень сильно расстроен если в прошлый раз я сказал что меня заскамили то в этот раз мне хочется сказать что меня x2 заскамили меня уничтожили в мини игре просто просто уничтожили просто оставили без трусов я ловил столько конфет копил столько конфет и по итогу даже не прошел до четвертого чекпоинта хотя в теории но я уже оставлял сотку уже даже вот с тем как раз таки с той мыслью что меня хотя бы один раз может в теории откинуть хотя я вообще думал что меня ни разу не откинет ни разу думал что не откинет и самое печальное вот в этой мини игре вот в этой то что здесь не видно откуда тебя может откинуть откуда нет да и возможно здесь уже какой-то скрипт стоит о котором я даже не знаю да Может быть здесь на каждой вот этой планете в теории тебя может откинуть И здесь шанс откида больше, чем на космическом ивенте На котором даже там было 2-3-4 метеоритины подряд Я не знаю, как это работает И это меня очень сильно, как говорится, расстраивает Но не знаю даже, что сказать Вот так вот Скажите лучше вы, что думаете по этому поводу Вы всегда ждете, чтобы я записал новую часть прохождения мини-игры А вот с такой вот мини-игрой по итогу я сталкиваюсь Пишите, что вы думаете Поддерживайте обязательно данный видос лайком, чтобы я сильно не тилтовал Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны Мне будет тоже очень приятно Ну и также, конечно же, не забывайте про тег создателя контента Который находится в настройках игры В аккаунте, кем у личный тег, это тег.темп Устанавливайте его, поддерживайте меня и участвуйте в розыгрыше На 1 миллион кристаллов На 20 тысяч танкоинов Все информации по розыгрышу есть в описании У меня, друзья, на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok